В России огромное количество различных приютов для животных. Приюты могут быть как государственными, так и частными. Естественно, основные обитатели этих заведений – животные домашние. Кошки, собаки, кролики, шиншиллы. Но есть у нас и несколько приютов необычных. Именно в таком месте мы сегодня и побываем. Российский карантинный центр диких животных – Велес. Сейчас мы находимся на территории Российского карантинного центра диких животных – Велес, который располагается во Всеволожском районе Ленинградской области, поселок Раполова. Основан был в 2007 году. Начинал с помощи нерпам, тюленям. Но в 2009 году центр стал юридическим лицом некоммерческой организации, которая продолжила также помогать другим видам животных – медведям, рысям и так далее. На сегодняшний момент в центре находится более 150 диких животных и птиц. Часть из них находится здесь на выкармливании. Это в основном животные-сироты с последующим выпуском в дикую природу. Часть животных – это уже животные-инвалиды, которые здесь останутся постоянно. И некоторые есть взрослые животные, которые здесь на лечении, опять же, с последующим выпуском в дикую природу. Как попадают животные чаще всего? Как они сюда приходят? Приносят волонтеры, приносят люди? Сами где-то находите? По какой-то статистике, по процентовке не скажу. Обычно это или привозят люди, это жертвы автоаварий, или привозят люди, в том числе егеря. Если это, например, животные-сироты, например, лосята. Или центр выкупает животных с притравочных станций, у фотографов и тому подобное. Абсолютно разные пути прибытия животных сюда. Какого-то среднего, что-то такого унифицированного не скажем. Бывает такое, что люди просто завели какую-то диковинку? Ну, разные люди бывают. На черном рынке купили, говорят, все, не можем. Ребята, спасите, заберите за любые деньги. Спасите, заберите, да, за любые деньги нет. Спасите, заберите, например, если, да, люди завели, например, у нас в центре есть нильский крокодил. Какие-то люди его завели, мы этих людей не знаем. Спасите, заберите, никто не говорил. Просто выкинули на помойку, другие люди нашли. Этого крокодила привезли, когда он был размером с ладошку. Сейчас это более чем полутораметровый крокодил, который еще в несколько раз будет вырастать. И также, например, контактный зоопарк. Один из енотов, который у нас на территории центра здесь находится на постоянное проживание, из контактного зоопарка, где он не ужился с остальными обитателями. Так что спасите, заберите, да, за любые деньги нет. Есть, грубо говоря, наши какие-то животные, родные, может быть, лосики, медведи, которые могут впоследствии попасть в дикую природу, как я понимаю. Какая судьба, например, у нильского крокодила, у каких-то экзотических животных? Есть варианты, что они вернутся на свою историческую родину или, скорее всего, они уже останутся здесь навсегда? Опять же, основной здесь момент финансовый момент. Например, нильский крокодил, безусловно, он останется здесь, потому что изначально, когда люди нашли этого крокодила на помойке, от него сразу же, несмотря на то, что он здоровый нильский крокодил, зоопарк, например, от него отказался сразу же. Потому что его содержание очень финансово затратное, потому что, как минимум, это пуленепробиваемое стекло и, как минимум, постоянно увеличивающиеся аквариумы. Ну, вот из необычных животных для Ленинградской области нильские крокодилы, например, гималайские медведи, которые к нам приехали с Дальнего Востока, опять же, волонтеры Центра финансов собирали, чтобы авиалиниями гималайцы прилетели сюда. Достаточно много необычных животных вот именно для Ленинградской области здесь. Зоопарк сказал, что ему нужно пуленепробиваемое стекло. Получается, у зоопарка денег нет. А у вас есть? Опять же, мы, как бы, финансовой ситуации зоопарка не знаем, но, в принципе, по государственным стандартам, государственному финансированию на пострадавших животных это финансирование, ну, выделяется обычно городским зоопарком. У нас этих финансов нет, но спасибо всем волонтерам Центра, когда какие-то СОС-ситуации, мы все объединяемся и собираем эти финансы. А приори этих финансов, безусловно, нет. Но кто-то животному помочь должен. Волонтеров очень много. Это какие-то организованные группы или просто приходит человек с улицы и говорит, я хочу что-то сделать, хочу помочь? Как вы их отбираете? Может, какой-то отбор есть жесткий? Волонтеры тоже абсолютно разные. Это начиная с детишек из детских садов, которые, помимо того, что устраивают себя в садиках благотворительные сборы, также приезжают, например, помогают нам с заготовкой веточного корма. До уже женщин в возрасте, например, из организации серебряные волонтеры. Также это абсолютно разные и волонтерские организации, и вузы, и коммерческие компании, и какие-то индивидуальные, например, люди. Также у нас достаточно много иностранных волонтеров, тоже достаточно большого количества стран. Какого-то принципиального отбора именно волонтеров нету, мы абсолютно рады всем. Единственное, есть некоторые ограничения, например, по полу и по возможности осуществлять какую-то тяжелую физическую работу. Вот именно тогда есть отбор волонтеров. Если мы что-то тяжелое делаем, ну, безусловно, это мужская помощь. То есть, если девочка хочет сказать, я хочу убирать клетку за медведем, вы отказываете, грубо говоря? Безусловно, чтобы тот же человек, например, не надорвался и тому подобное. Не знаю, может быть, странный вопрос. Есть волонтеры, которые приезжают прямо на несколько дней на неделю? Или все-таки это в основном Питер, ну, какие-то местные ребята? Или вот эти иностранные волонтеры? То есть, они прямо приезжают сюда с ночевкой, грубо говоря, откуда-то? В центр, безусловно, можно приехать с ночевкой. И иностранные, и не иностранные волонтеры, опять же, сюда с предварительным уведомлением могут приехать. Например, у нас летом приезжали волонтеры и из Сургута на месяц с ночевкой. И абсолютно это разные страны здесь, например, Европы, из США приезжали опять, но без ночевки, живя в Питере, сюда приезжали помогать. Ну, по предварительной договоренности, безусловно, в центре здесь можно ночевать и помогать на постоянной основе. Многие люди весь свой отпуск проводят здесь. Вы, насколько я понимаю, волонтеры, правильно? Как вас зовут? Марина. Марина, как вам пришла идея сюда прийти и чем вообще занимаетесь, и как часто сюда приезжаете? Мы с мужем юристы. В социальных сетях узнали, и по телевидению, кстати, по нашему, по-питерскому. В последнее время очень часто показывают передачи из Велеса. Поэтому решили в выходные приехать помочь. Первый раз здесь? Нет, не первый. Постоянно ездите уже, да? Ну, ездим, да, периодически. Какую работу чаще всего берете себе? И, кстати, пока нету здесь начальников, сами работу выбираете или все-таки вам назначают? Нет, ну, выпрашиваем работу, можно сказать. Слышал, что вы вегетарианцы, это правда? Есть тогда какая-то, может быть, еще морально-этическая причина того, что вы находитесь здесь? Конечно, животным помочь, которых угнетают. Понятно, у самих есть дома что-то? Да, конечно, коты. В чем сейчас наибольшая потребность у центра? Какие-то продукты, это, может быть, какие-то вещи, может быть, даже инструменты? По поводу постоянных каких-то нужд центра. У нас, в принципе, в группе ВКонтакте, в шапке группы висит постоянный список нужд. Список на самое-самое срочно обновляется каждую пятницу. Помощь нужна финансовая на постройку вольеров, помощь нужна физическая руками в центре, помощь нужна продуктами. Так что абсолютно разнообразные виды помощи. Если связаться с нами ВКонтакте, абсолютно сориентируем. Если, например, человек хочет помочь в каком-то виде, например, работы, в строительстве, в уборке, без проблем. Даже, например, расчесывание наших мини-хорсов, это тоже помощь достаточно большая. Ну что ж, давайте тогда посмотрим подробнее, что за животные, проведете экскурсию, может быть, кого-то даже удастся покормить. Пойдемте. Это лосята 2017 года, все трое лосят-сироты, все трое из разных частей Ленобласти. У кого-то маму загрызли дикие животные, кто-то валялся в канаве, люди привезли. У кого-то маму люди спугнули, и, соответственно, мама не вернулась, лосят нам привезли. То есть не одна семья, это все из разных мест. Это все абсолютно разные лоси, если тоже в них смотреться, морды абсолютно разные. Один такой больше. А как уживаются, то есть не из одной семьи, то есть лося абсолютно не конфликтные в этом плане? Лоси крайне конфликтные, но они пока в том возрасте, когда они между собой ничего не делят. Когда им все равно. Да, потому что это вообще очень конфликтное животное. Например, даже если вы едете по трассе, видите сбоку лося, лучше применить экстренное торможение, выезд на обочину, сманеврировать вы не успеете. Он окажется быстрее. Наши лосята зовут их Добрыня, Царь Горох и Малыш Шурик. Им все меньше, чем полгода. Выпускные они будут в мае-июнь 2018 года. Лоси вообще одни из самых проблемных животных на выкармливании, потому что у них достаточно высокая смертность. Первые 10 дней от рождения 85% смертность и последующий месяц 50 на 50. Потому что у них четырехкамерные желудки, питание должно быть постоянное. Поэтому достаточно тяжелое выкармливание пары. Но они уже достаточно большие, сейчас проблем с кормлением нет. Волонтерская помощь нужна в уборке, покупке козьего молока для их кормления и заготовке веточного корма. А сколько у одной лосихи рождается сразу лосят? Ну, обычно один, реже два, три никогда. Из двух выживает один или все-таки есть статистика, что они оба могут спокойно выжить? Спокойно не могут, но шанс есть, что могут оба выжить. В России нет, например, ни одной организации, которая занимается выкармливанием лосят-сирот. Поэтому мы ориентируемся 100% и постоянно на связи с организацией на Аляске, которая называется «Лосиные мамы Аляски». Они специализируются именно на выкармливании лосят-сирот. Тоже некоммерческая организация, которая также призывает к помощи волонтеров и тому подобное. Несколько лет назад, когда центр их забрал с пушной фабрики, когда они еще были рысятами, у пушной фабрики сократился бюджет. И предложили забрать, кто хочет, маленьких рысят. Ну, желающих особо много не было. Владелец-основатель центра Александр Борисович Федоров забрал трех рысят. Они были на молочном выкармливании. Безусловно, поскольку они должны были быть шапкой или шубой, они не выпускные. Вот такая длинневосточная рысь, но искусственно выведенная. То есть они уже навсегда поселились здесь? Это у нас лисички, я так понимаю. И там, и там. Что про них? А здесь все четыре, даже вольеры, не только два лисы. Да, здесь рыжая лиса, точнее лис Вук. Здесь степная лисица Маня, трехлапая. Здесь смесь черноборой лисы с рыжей Рика. И слева рыжая лиса Алиса. Все эти четыре лисы невыпускные. Это достаточно такие долгожители центра. Изначально почти все из них воспитывались людьми. И тоже почти все с Дальнего Востока. Ближе к Дальнему Востоку ничего не нашлось, кроме Российского карантинного центра диких животных в Ленинградской области. Вот поэтому они здесь не выпускные, потому что воспитывались людьми. И с определенными ограничениями по здоровью тоже поэтому выпуск невозможный. Мы даем и мышей кормовых, и крыс кормовых, и суточные цыплята. Также часть небольшая рациона, безусловно, это куриные субпродукты. И достаточно еще обширный перечень продуктов. Так, а это у нас мишки. Откуда они и что с ними? Да, здесь у нас два бурых медведя, носик и хвостик. Они вот сейчас единственное в дальней части клетки находятся, потому что их берлогу готовят к зиме. Который чуть-чуть покрупнее, это носик. Им сейчас чуть более двух лет. Слева хвостик покрупнее, справа носик помельче. Носик и хвостик опять почему же. Они пришли к людям, когда еще достаточно маленькие были, им было менее полугода. Скорее всего, их маму либо охотники убили, но браконьеры, либо, ну, может кто-то убил из диких животных, не знаю. Ну, в общем, это были два медвежонка, которые шли один за другим. Носик впереди шел с достаточно широким носом, хвостик шел сзади, поэтому он хвостик, и носик, поэтому он носик. И носик шел с достаточно большим носом. Люди вначале подумали, что он покосан пчелами, но далее сделали фотографию, отправили ветеринарам. Ветеринар приехала, посмотрела, что это достаточно редкое генетическое заболевание, когда костная ткань растет внутрь носа. И нос со временем вообще перестает дышать, и медведь может от этого умереть. В общем, было решение, принято забрать обоих медведей сюда, в центр, поскольку раз уж они вдвоем были. И полгода было интенсивное лечение носика, поэтому сейчас вот чуть-чуть помельче, потому что в свое время, когда нос плохо дышал, меньше ел. Соответственно, медведи это не выпускные, потому что они изначально здесь у человека были. Но зато их условия пребывания еще более будут улучшены, и они скоро переедут в новый вольер. Это? Это у нас заяц Роджер, не кролик Роджер, а заяц Роджер. Он был спасен из нефтяного пятна на Кирижском нефтеперегонном заводе, когда он еще зайчонком был, работником завода. Дальше он, насколько я помню, полтора года у него дома жил. Но потом он принял решение, что зайцу лучше будет на свежем воздухе в центре. Он его здесь навещает. И вот поэтому у нас заяц Роджер находится здесь. Здесь зимой он будет абсолютно белого, как снег цвета. Сейчас вот такой вот красавец. Заяц Роджер. Мне сказали, что он чуть ли не ручной, правильно? Нет, не правильно. Именно поэтому он в вольере находится, а не в свободном каком-то выпасе находится в центре. Не ручной. Опять же, например, если мы возьмем собачью шлейку, на него оденем буквально пару секунд, он ее снимет. Поэтому это не собака, это именно волкосоп. Зовут его Вук. Нашли его больше полутора лет назад в волчьем логове. И он там лежал один. Волчицы не было. Люди поэтому его забрали. Сюда привезли, он был очень ослабленный. Его здесь выкармливали. Но опять же, выкармливали, воспитывали, потому что все сказали ветеринар-зоологи, что это все-таки волк. Выкармливали как волка с планом на последующий выпуск в дикую природу. Что было сделано в прошлом году в специальное место, куда волков выпускают, называется в Тверской области Чистый лес. Волку там достаточно интересно показалось только в кармазоне. Поэтому он к остальным волкам не пошел. Ему они были неинтересны, ему еда гораздо более интересная была. И поэтому нам посоветовали лучше забрать обратно и социализировать. Это северная лень. Да, лосик. Вот, точнее, лосиха. Северных оленей в центре четыре. Здесь один. На дальнем выпасе. А откуда они? Три северных оленя. Они все из разных мест. Абсолютные истории появления в центре тоже разные. Например, маленькая олениха. Чуть больше, чем пять месяцев родилась здесь, в центре. Вот она ходит. Самый первый постоялецей северных оленей в центре был, это вот как раз олень Гензель. Он вместе с лосихой ходил по Мрумунскому шоссе, устраивал аварии. Опять же, МЧС позвонила нам, спросила, можно ли привезти, потому что зоопарк от них отказался. Да, да, вот у нас лосиха алюминий, она очень любит телевидение, интервью давать. И северных оленей, соответственно, привезли к нам. И через месяц у них родился олененок. Но, к сожалению, в прошлом году, осенью, на дальний выпуск у нас какой-то очень нехороший человек забросил пакет с химическими отходами, с лекарствами. И лосиха умерла буквально сразу в 20 минут, несмотря на то, что ветеринар был в центре, который проводил реанимационные меры. И дальше с маленьким олененком мы достаточно долго тоже в реанимации уже в ветеринарной клинике были, но, к сожалению, спасти не удалось. И поэтому у нас на тот момент остался только один северный олень. Но за пару дней до прошлого Нового года полузащитник футбольного клуба «Зенита» Александр Рязанцев нам профинансировал выкуп двух северных оленей с мурманского убоя. Где обычно ежегодно 4 тысячи оленей пускается на оленину на мясо и в среднем 100 в год выкупается. Вот из этих 100 пыли наши Марфа и Василиса. Но заранее предупредили, что, может, одна из оленей будет беременная. Да, оказалось беременной, вот у нас чуть больше, чем 5 месяцев назад родилась маленькая Дуняша. А это, наверное, одно из самых опасных животных, может, даже в мире, как ни странно, но это обычный кабан, который при встрече с человеком практически всегда остается победителем, если не всегда. Что с ним? Как он здесь появился? Да, это одно из опасных животных, которое достаточно популярно в лесах Ленинградской области вместе с бурыми медведями и лосями, которые тоже достаточно опасны. Василий наш появился в прошлом году здесь. Люди его нашли на обочине, когда он еще был маленький, полосатый, очень легкий. Когда он еще не был опасным? Ну, тоже вопрос, потому что он достаточно быстрый тогда был, хоть и маленький. Сюда его привезли в центр на выкармливание. Он питомец по следующим выпускам. Вот, был он совсем крошечный, но первые месяцы своей жизни он съедал два своих веса еды в день. Поэтому вот такой достаточно плотный парень вырос. Он выпускной кабан. Ну, стараемся выпускать именно летом, начало осени, когда они еще сами могут добывать себе пропитание и подготовиться по полной программе к зиме. Одно из самых экзотических животных центра, наряду, например, с альпаками, которые изначально из Перу, это нильский крокодил Геннадий. Помимо того, что он изначально, сам вид крокодила из Африки, наш Геннадий из Калининского района Санкт-Петербурга. По прописке, да? Ну, можно так считать. Его нашли на помойке на улице Вавиловых, когда он еще был размером с ладошку. Скорее всего, на ближайшие годы Геннадий останется здесь. Опять же, нужна будет очень большая волонтерская помощь, когда ему нужно будет увеличивать его аквариум. А террариумов у нас нет, которые могут принять? То есть это только в зоопарк сдавать? Такое большое животное, содержание которого может совмещаться с не очень хорошими последствиями от содержания, пока никто Геннадий не готов взять. Хотя мы постоянно ищем, может, какие-то коммерческие компании, кто готов его принять. На сегодняшний момент нет. По статистике, сколько в день обходит содержание одного животного? Примерно? Примерно не скажу, потому что абсолютно разные цифры. Цифры меняются от сезонности. Что, например, если это медведь, который зимой спит, соответственно, содержание зимой почти беззатратное, но, соответственно, только усредненное расходное электричество, центры и так далее. Если это, опять же, копытные, летом содержание гораздо более низкая сумма, потому что мы сами заготавливаем ветки. Средней суммы и так не скажу, но, например, если человек или организация захочет взять под опеку одно из животных, можно написать ВКонтакте в группу администраторам. И эта сумма будет полностью рассчитана, сколько содержания, сколько строительства вольера, сколько лечения, кто на лечении и кормления. Большая часть животных содержится в клетках. В Европе есть разные биопарки, там, огромный парк Валенсии, допустим, в Испании, где они содержатся все-таки в вольерах, в естественных условиях. Вы все-таки планируете когда-то по возможности переводить животных в какие-то более естественные условия, а не в клетке? Тоже объясню, например, почему многие животные, например, есть принципиально в центре в клетках, что если это большинство животных с какими-то, почему они здесь? Они с проблемами со здоровьем. Они не просто так многие, например, в маленьких клетках, потому что, например, после операции животное должно находиться в достаточно маленьком пространстве. Вот опять же, безусловно, если какие-то коммерческие организации готовы профинансировать, например, строительство достаточно больших вольеров, мы всегда открыты ко всем предложениям. Но, опять же, повторюсь, не все животные могут именно по медицинским показаниям находиться в больших вольерах, у кого-то передвижения ограничены и тому подобное. После операции, естественно, это возможно. После прохождения какого-то реабилитационного периода они, естественно, могут, по идее, жить в вольерах уже. Опять же, все смотрим по ситуации. Например, некоторые животные после операции могут вообще быть выпущены в дикую природу, некоторые, опять же, остаться здесь. По ситуации. Если нет, например, ограничений в каком-то, в передвижении и вхождении, безусловно, вольер может быть больше. Если есть какие-то ограничения, все по ситуации. Привет. Скажи пару слов для первого вегетарианского телеканала. Как давно ты здесь? А чем тебя кормят? Дикая уточка. За эти два года я даже представить не могла, что в таком масштабе будет эта информация пропагандироваться. То есть она... И вот я пишу статьи для разных ресурсов. Я вижу, что компании уже пишут о том, что мы не тестируем свою косметику на животных. И они уже нормально реагируют. Ты проверишь им, что они не тестируют? Я проверяю протокол испытаний. Им это важно. И я вижу, что наши российские бренды хотят получить заграничные сертификаты этичности. То есть у нас есть такая опиратная компания. И большое им спасибо.